Надо быть готовыми ко всему, считают удачницы. Холодная приполярная зима может в любой момент преподнести свои сюрпризы. Запасаться дополнительным оборудованием для подачи электроэнергии или нет, решайте сами. Я нахожусь здесь всего три месяца, и за эти месяца я узнала, что это такое. Ну, как бы отключалось оборудование, и ощущение, конечно, неприятное. Несколько лет назад у нас от скачка напряжения погорел холодильник, телефон, там что-то еще, я уже не помню, я в отпуске была, мы же дома были. Ну, правда, все отремонтировали, но, конечно, это неприятно. Я надеюсь, что наши организации все неисправности в свое время исправят, и будет такой, как пожар был, когда света не было несколько дней в домах. Очень люди мучились, но не хотелось бы, конечно, своим этим трансформатором обзаводиться. Электроснабжение города обеспечивается при помощи двух трансформаторов по 25 мегаватт. Работают они параллельно и запитаны от двух разных линий. Даже в самое холодное время года, например, при минус 40 и ниже, для обеспечения всего населенного пункта понадобится около 25 мегаватт. Это мощность одного трансформатора. В случае выхода его из строя электроснабжение производится с помощью второго. И, как утверждают специалисты, поводов для беспокойства нет. Проводились текущие ремонты, согласно программе ремонтной многолетней, утвержденной, в объеме, соответствующем нашим нормативам. То есть, как бы, все работы выполнены планово, отступление нет. На пиховых нагрузках в зимний период один трансформатор вполне способен безаварийно отработать и, как бы, снабжать город электроэнергией. С природой не поспоришь. Затянувшийся грозовой период – это основная причина частых скачков напряжения, говорят специалисты. В этом году, в связи с этими участившимися грозовыми периодами, точнее, затянувшимися, скажем так, были частые отключения скачки напряжения в связи с тем, что происходит отключение линий электропередач. И во время отключения линий происходит моментальный сброс нагрузки, то есть, что влечет за собой как раз те самые скачки, которые нас население так беспокоит. Но в данный момент все последствия, скажем так, на данный момент устранены, аварий, связанных с погодными условиями. На данный момент все в текущем порядке, все работает. Продолжается ремонт высоковольтного оборудования на главной понижающей подстанции. Основные виды работ проводятся на основном оборудовании главной понижающей подстанции ГПП-6, по основному маслонополненному оборудованию 110-220 кВт, и также по подходящим подстанциям, которые снабжают электроэнергией промзону Дачинского ГОКа, также городские подстанции, которые непосредственно снабжают электроэнергией город и поселок надежный. Работы проводятся там, тоже в основном по оборудованию высоковольтного 110 кВт. В сентябре месяце планируется завершить все ремонтные работы и провести полную ревизию оборудования. И тогда объекты электроснабжения в Удачном будут полностью готовы к зимнему периоду. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...